В Сочи состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Южной Осетии и России. Переговоры охватили вопрос и сотрудничество не только по линии МИД, но и развитие отношений в сфере экономики. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о росте товарооборота между странами. «За первое полугодие почти на 70%. Есть шансы до конца года достичь показателей, которые будут существенно превышать доковидные». Кроме того, Лавров указал на важность отношений двух стран по линии МИД. «Они позволяют регулярно определять те шаги, которые ещё дополнительно нужно предпринять, чтобы выполнять договорённости, достигаемые на высшем уровне». Россия и Южная Осетия продолжат сотрудничество в борьбе с пандемией. «По вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией мы отмечаем, что усилиями наших и ваших медиков, благодаря поставкам российской вакцины, у вас стабилизируется ситуация. Пошёл процесс инфицированных на спад. Продолжим работу и на этом направлении». Главы внешнеполитических ведомств также подвели итоги совместной деятельности согласно подписанному в начале года в Москве плану консультации между Министерством иностранных дел Республики Южная Осетия и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2021-2022 годы. В свою очередь, Дмитрий Медоев поблагодарил российскую сторону за возможность обсудить дальнейшие планы. «Действительно, мы встречались в январе этого года. Это была содержательная встреча. Мы тогда подписали план взаимодействия между Министерством иностранных дел наших стран. И уже есть о чём говорить в конце года. Замечательная возможность предоставляется нам сегодня поговорить ещё о будущих наших планах, нашем взаимодействии». Во время встречи особое внимание было уделено вопросам безопасности в Закавказе. С югостинской стороны была отмечена определяющая роль России в поддержании мира в Южной Осетии и выражена уверенность, что встреча послужит дальнейшему укреплению взаимодействия двух государств на международной арене.